В городском округе Люберцы подходит к концу месячник по благоустройству. Весь апрель сотрудники управляющих компаний совместно с жителями приводят в порядок придомовые территории. Состояние некоторых дворов оценил глава округа Владимир Ружицкий. На этот раз под проверку попал микрорайон «Самолет». Дворы на улицах Озерная и Камова похожи на спортивно-развлекательный комплекс. Здесь и зоны для игр, и футбольные коробки, и площадки для занятий спортом. Инфраструктура вся новая. Остается дело за малым. Поддерживать ее в чистоте и порядке. Мы проводим ежедневную уборку всех дворовых территорий, следим за ее содержанием. На это у нас выделен персонал. Выполняем работу по поддержанию состояния элементов всех, окраску, ремонт. Детские спортивные площадки во дворе дома 8 на улице Щебляково установлены в 2019 году по губернаторской программе. Их уже привели в порядок после зимы. Покрасили лавочки, устранили граффити. Этот двор обслуживает управляющая компания «Содружество». Совет дома выбрали. Естественно, с советом дома мы всегда те работы, которые планируем, мы с ними всегда обязательно их обсуждаем. И в первую очередь выполняем те работы, которые волнуют жителей. Работа по благоустройству не прекращается. Сейчас восстанавливают входные группы после зимнего сезона. На территории ежедневно трудится дворник, а при большом объеме работы, как это бывает зимой, их количество увеличивается. Дворник у нас прекрасный человек зимой, даже асфальт. Все озеленение, все они убирают прекрасно. Нас все устраивает. Подездок чисто. Диспетчерская служба работает прекрасно. Запишут все, еще перезвонят, что сделали или нет, спросят. В целом, где мы были, я оцениваю, что содержание дворов на уровне. Правда, по городу еду, есть места, где не все убрано. Это тоже правда, поэтому стоит задача максимально в короткие дни навести порядок. На территории городского округа Люберцы 689 дворов. Они стали основным объектом внимания во время месячника по благоустройству, который стартовал в Подмосковье 1 апреля. Масштабная акция по наведению чистоты и порядка продлится до субботы. Луиса Язарян, Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.